Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Доброе утро всем, 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 кто нас слушает в эфире программа «Личное утро» на Болткоме. Ведут ее сегодня Ольга Авдевич. Доброе утро. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссер Родион Золотарев. У нас тема сегодня интересная и важная, а собеседник просто вообще the best. Это Игорь Аболенский, писатель, биограф, человек к рижанам, очень хорошо знакомый по своим замечательным, потрясающим лекциям, связанным с лучшими знаковыми людьми культуры нашей и нашего века, и прошлого века, и других веков. Игорь Аболенский, который знает все. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, красавица. Здравствуй, Рига. И тема нашей программы «Личное утро». Сегодня будут личные рецепты преодоления трудностей от великих людей. Игорь Аболенский, биограф, автор многих книг, фильмов, телеведущий. И тема нашего эфира сегодня «Жизнь в эпоху перемен». А можно я сразу скажу маленькую ремарочку? Вот в конце прошлого года на 11-й церемонии премии «Золотой луч» программа Игоря «Место гения», которое он ведет и готовит, стал лауреатом. Мы можем еще раз напомнить, что это действительно замечательная программа, и этот человек, ее автор, он знает все о гениях. Эти команды действительно получили награду. Я очень счастлив и спасибо, что напомнили. Ну вот, а сегодня мы хотим в таком ракурсе поговорить о людях, об известных людях, о том, как они переживали свои сложности в своей личной и творческой жизни. Вы знаете, еще ведь не всегда понятно, что есть сложности, а что совсем-совсем не сложности. Я бы сказал, что эпоха перемен, вот так, потому что никто не знает, что к лучшему, а что нет. Потому что вот мы сейчас в Москве оказались в своих домах, потому что мы не можем ходить, кроме как магазин или те счастливчики, у кого есть собаки, выйти погулять с собаками. Так что, Режан, не знаю, как у вас там отношения с четвероногими друзьями, цените их и любите. И, так, возможно, не только узнать свою семью, но узнать соседей. Я никогда не предполагал, что мои соседи начинают уборку в 8 утра, как-то вот до этого у меня не складывалось. А касса в 8 утра они начинают переставлять мебель, видимо, чтобы вымыть полы под креслами и так далее. Для меня такой штрих. Или, например, у меня другие соседи, мы уже познакомились, я знаю, как их зовут. Так что, глядишь, вот эта самоизоляция, так бы и не знал, с кем живу в одном доме. Но вы здороваетесь на расстоянии нескольких метров, мы надеемся. Ну, у нас все, да, мы соблюдаем все правила. Слушайте, и потом, может быть, никто бы не думал, насколько важно для нас собственное здоровье. Я думаю, знаете, вот ведем мы борьбу с курением, рисуем всякие картинки на пачках сигарет страшные. А мне кажется, это сейчас померить, сколько людей бросит курить, потому что все же легкие свои берегут. Может быть, еще больше результат будет. То есть Игорь Абаленский, он всегда очень позитивный человек. Он вообще любое событие, вот мы знаем просто его лично, всегда любое событие, он может повернуть так, что мы видим плюсы в этих событиях. Но, Лидочка и Олечка, я вам скажу, если бы не вот этот карантин, я бы к вам обязательно приехал, мы в апреле собирались и делать новое событие, но так бы только в апреле и увиделись. А так, пожалуйста, раз, и вот я вижу вас. Вот, замечательно, да, и мы тоже очень рады сегодня вот так поговорить, хотя бы по скайпу, да. Игорь, а вот такой вопрос личный. Очень много отменилось поездок, нарушились какие-то планы. А что вот вам помогает в этой ситуации не расстраиваться, улыбаться? Олечка, во-первых, отменилось немного поездок, отменились все поездки. Да. Отменились не все поездки, отменились все выходы, потому что всё. Такой маленький антракт. Но помогает то понимание, что это антракт, что кулисы ещё не закрылись, что мы вышли в буфет, вот сейчас мы выпьем кофе, болтаем. Это замечательно. Надо посмотреть, какой второй акт нам приготовила жизнь, и потому что он обязательно ведь будет, согласно купленным билетам. Игорь. Но ничего не заканчивается. То есть наблюдаем. Тема нашего эфира «Жизнь в эпоху перемен». И мы хотим попросить рассказать о судьбах великих людей, которым довелось пережить драматические события, да, и выстоять, и сформировать какое-то своё отношение. От Пушкина, который попал в изоляцию эпидемии, до, может быть, Людмилы Гурченко-Вишневской, да, то есть вот какие-то наиболее, какие-то, ну, такие показательные эпизоды в судьбах. Знаете, их так много, и вы задаете вопрос о том, что же помогает не унывать. Но вот как раз и помогает, наверное, обращение к тем самым судьбам, когда ты видишь, что, боже, сколько всего довелось пережить людям, и когда ты невольно сравниваешь с тем, что переживаешь, думаешь, боже, да разве ты переживаешь? Ну, обидно, да, конечно, что нельзя в апреле приехать в Ригу, но приедем в июне, может, чуть теплее будет. А примеров таких очень много, и обожаемая мною Рига, пожалуйста, не пример ли тому, Любовь Петровна Орлова. Да, вот Любовь Петровна Орлова. То есть первая кинозвезд, потому что первая кинозвезда оказалась в Риге в июне 1941 года. Оказалась как раз в тот самый июнь, который поменял жизнь мира. И она уехала, она чуть ли не в последнем поясе сумела уехать в Москву, причем остался ее чемодан в Риге, потому что чемодан не получилось брать. И все эти чемоданы дождался. Прошли потом годы, и этот чемодан ей вернули. И все это пережили. А примеров, ну, конечно, с более драматическими историями очень много. Например, Михаил Афанасьевич Булгаков. Март — это месяц его памяти, потому что Михаил Афанасьевич 80 лет назад. И когда я записывал историю, а я выкладываю эти истории у себя на Инстаграм и на Ютьюбе, чтобы как-то было поделиться тем, о чем хочется рассказать, я подумал, боже, сколько же вот таких эпизодов, когда, казалось бы, все рухнуло. Когда просто вернуться и, не знаю, что, отвернуться к стене и не встать, да. Но, тем не менее, заходили люди все без силы подняться и идти дальше. У Ролана Антоновича Быкова, гениального режиссера, гениального актера, у него есть такие строки. «Я побит, начну с начала». Вот сколько приходится начинать с начала, я думаю, самое большое волшебство заключается в том, что вот это начало, оно и есть возможность начать. Но вот смотрите, Михаил Афанасьевич Булгаков, о котором я начал говорить, 21-й год. Он мечтает уехать в эмиграцию. Он приезжает в Батуми. Уходит корабль, последний корабль, который идет в Константинополь. Это корабль, который спасет ему жизнь, как он думал. И он делает один шаг на борт этого корабля, и тут же с него возвращается и понимает, что нет, он не сделает этот шаг. И он чуть ли не пешком добирается до Москвы, а здесь все другое. Здесь негде жить, здесь нечего есть. Что было здесь? Заплакать, опустить руки и погибнуть? Ничего подобного. Булгаков начинает взбивать это молоко в сливки, как вот эта история. Мне очень нравится, она сегодня какое-то иное значение приобретает. Вот эта сказка о двух лягушатах, которые попали в кувшин с водой, с молоком. Один пошел ко дну, а другой начал лапками работать, работать. И взбил масло и выпрыгнул. Вот, пожалуйста, родители, как правильно, ну, умные, не правильные, а нужные сказки детям рассказывать. Мне кажется, сегодня эта сказка такая хорошая, и родители получат награду, когда дети в ответ ему ее расскажут. Скажут, помнишь, ты мне говоришь, что ты расстраиваешься? И вот Булгаков приезжает в Москву, и он начинает взбивать это самое молоко, потому что он ищет работу. Работы нет. Он хотел писать, хотел печататься. Что Булгаков думает? Ну, ладно, не буду печатать, стану экскурсоводом. Благо, выучил Москву, буду водить экскурсии. Но вот Михаила Афанасьевичу экскурсии водить не довелось, я вожу экскурсии за ним по его же местам. Но он начал публиковаться. Вроде бы все так прекрасно и замечательно. А потом перестают его печатать, перестают ставить его спектакли, спектакли по его пьесе. И то же, что конец, но нет, он не опускает руки. Да, рядом с ним всегда оказывались люди, которые его поддерживали. Но я думаю, еще поддерживала его и вера в себя, и понимание, что он должен сделать. И я уверен, что сейчас у каждого из нас появляется возможность сделать то, что хотелось всегда, но то, что всегда откладывалось на потом. Ну, вот потом. А вот потом я потом. Вот, ребят, потом наступило. Начинайте делать то, что вы хотите делать всегда. Вот оно сейчас здесь. Вот сейчас такая шутка ходит, что уже пора доставать бабушкин сервиз. Да, можно ли из хрусталя есть? Вы знаете, я думаю, что вот эта иллюстрация сегодняшнего дня, это иллюстрация того, что не нужно ничего откладывать на потом. У меня есть прекраснейшая собеседница, я ее очень-очень люблю, я написал о ней книгу, ее зовут Наня Бригвадзе. Дивная, великая, чтоб не стесняться, грузинская певица. Она рассказала мне, как она однажды пришла в гости к Лавде Ивановне Шульженко. А Клавдия Ивановна Шульженко, это вообще, наверное, нулевой километр и русского романса, и русской песни. И Клавдия Ивановна встречает Наней, а у нее накрыт стол. И Наня говорит, Клавдия Ивановна, наверное, я не вовремя пришла, вот у вас хрусталь, серебро, фарфор, наверное, вы кого-то ждете. А Клавдия Ивановна отвечает, деточка, пока я жива, я должна сама всем этим пользоваться. И пользоваться этим каждый день, потому что моя жизнь, она каждый день и каждую секунду. И я, честное слово, всегда это вспоминаю, потому что всегда ведь есть какой-то чашечка вроде для гостей, а чашечка попроще для себя, друзья мои. Вот приходите сами к себе сейчас в гости и наслаждайтесь и собой, и красивой посудой, и красивой жизнью. И, наконец, сколько я откладывал книг, каждый раз покупаю, думаю, ну вот потом почитаю, вот тогда, когда. Боже, вот тогда, когда наступила, и у меня такая стопка этих книг, я ныряю в эти истории, думаю, ну вот сейчас имею возможность наконец прочитать. А вот Любовь Орлова, о которой мы начали разговор, в ее жизни тоже были какие-то трагические события? Ну, не бывает жизни человека, если он живой, вот такой длинной белой дороги. Обязательно будет либо ямка, либо буерок, либо что-то. Ну, конечно, было. Конечно, это все случалось. Вы знаете, я не хочу сейчас какие-то банальности говорить, что если все такое прекрасное, то и жить неинтересно. Но я думаю, мы не радовались бы так лету, если бы не было зиму, простите, правда? Ну, диагнозика, конечно. Ну, если бы не шел дождь, потому что все познается ведь в сравнении. И у Любови Петровны такое, конечно, было. Другое – это, что она была очень закрытым человеком. И мы не можем говорить об ее биографии, приводя в примеры те или иные события. Потому что, да, она вроде бы снималась, она была очень успешна. Со здоровьем оказались в конце жизни проблемы, но то, как она поступала, то, как она принимала вызовы, которые, конечно же, возникали. Ну, это такой достойный пример того, что не нужно отчаиваться. Ну, я бы даже, знаете, привел пример не Любовь Петровна Орловой, а пример Людмилы Марковны Гурченко. Потому что, кажется-то, боже мой, насколько успешная жизнь, насколько цветы и горячий чай с лимоном. А сколько вот этого лимона было в ее жизни? Потому что, ну, казалось бы, человек снялся в фильме «Карнавальная ночь». Боже, вот не время ли сейчас пересмотреть этот фильм в том числе, да? А потом все, потом заканчивается, потому что накануне в фестивале молодежи и студентов ее пригласили в соответствующие органы, предложили докладывать о том, чем живут иностранные студенты, приехавшие в Советский Союз, а самое главное, чем живут те, кто их принимают здесь. И Людмила Марковна отказалась и сказала, ну, что все, такой актрисы, как Гурченко, существовать не будет. Какая странная фраза, ну, как же не будет существовать, когда вся страна ходит с открытками, когда все напевают ее песенку про пять минут, а так и случилось. И такой актрисы перестало существовать. И что же делать-то было? Прекратить свою жизнь, рыдать, опуститься? Ничего подобного. Людмила Марковна себя сохранила, словно зная, что обязательно произойдет важное событие. Оно случилось. Смотрите, «Карнавальная ночь» — это, по-моему, 1956 год. 1956 год. А фильм «Старые стены» — это 1973. Слушайте, ну вот нам сказали, побудьте две недели дома, побудьте четыре недели дома. А здесь с 1956 по 1973 год — ничего. Да, какие-то эпизодические работы. Слушайте, после того триумфа, заслуженного триумфа, который случился с «Карнавальной ночью», довольствоваться эпизодами, которые Людмила Марковна все равно превращала в жемчужины, это, конечно, нужно быть не только мудрым, но очень сильным человеком. И вот случается 1973 год, и выходит фильм «Старые стены» Трюгубовича, и все начинается снова. Но вот здесь очень важное. Важное то, чтобы когда начнется второй акт, вы были к нему готовы, чтобы не засидеться в антракте и не увлечься чашкой чая, чтобы она уже была допита. Потому что когда звенит звонок, чтобы мы вышли и уже приняли участие в том самом втором акте, который нам готовит жизнь. Поэтому мне кажется, сейчас это идеальное время, чтобы подготовиться, подготовиться вот к тому, к чему-то интересному и хорошему, потому что, я уверен, обязательно случится очень-очень скоро. Сейчас происходит, а сейчас плохо что-то случилось. Мы с вами здоровы, мы с вами дышим, мы с вами разговариваем, мы с вами можем читать. И самое главное, мы можем мечтать. Мне кажется, пока мы можем мечтать, все у нас будет хорошо. Игорь, в твой последний приезд в Ригу ты читал лекцию о биографии Пушкина, да? И там у нас тема была такая сдвинутая в историю потомков. Вот к чему мы можем поучиться у Александра Сергеевича в связи с его заточением во время карантина в Болдино? Да, у меня сейчас приятели мои, кто-то даже отправился в Болдино. Сказали, ну карантин, так карантин. Ну как это интересно, что же у них там родится в Болдино, мы посмотрим. Я вообще думаю, что столько... Там есть кружка. ...ждет времени, когда все это закончится, потому что вот мы видим с отчетом, у кого как прошел карантин. У Пушкина, конечно, знаете, тоже великий человек, Горизо Габриадзе, это такой азычник настоящий, который подарил нам Мино, который подарил нам Негорюй, который подарил нам великолепные спектакли театра марионеток, созданных им. Он вместе с поэтом Андреем Белым, Андреем Битовым, предложил поставить памятник Зайцу, тому самому Зайцу, что уберег Пушкина, когда тот не смог уехать в декабре 1925 года в Петербург, иначе бы он был на Сенатской площади. И вот Александр Сергеевич, который был человеком достаточно суеверным, и действительно, в его биографии возник, когда он поехал в Болдин, а, по-моему, решить какие-то там финансовые вопросы с имением, и не смог выехать, потому что началась холера ведь тогда, и был карантин. И что там, Евгений Онегин был закончен в Болдин. Да, очень много, да. Сколько, ну, пальцев не хватит на одной и на двух даже руках, чтобы сказать, сколько всего Пушкин создал. Но вот смотрите, я думаю, что это тоже вопрос мудрости. Потому что можно же было, ну, сказать, всё, конец, меня не отпускают. Тем более у Пушкина тогда была такая красивая романтическая история, любовь, и, конечно же, хотелось находиться рядом с предметом своего восхищения. Но тем не менее, тем не менее. Я думаю, что таких примеров очень и очень много, когда кажется, что ух, а на самом деле ах. Потому что, может быть, нам наоборот, вот это такой, знаете, не, скажем так, возможности узнать себя. Не хочу сейчас какие-то красивости говорить, потому что вот, общайтесь с семьями и так далее. Ну, мне кажется, что с семьями мы и так общаемся, если есть желание. Желание вряд ли возникнет сейчас. Нет, но возможность пообщаться с собой. Потому что, как бы вот это ни звучало, может быть, высокопарно, но я думаю, что, знаете, первые два-три дня они как-то пролетают, а потом ты уже можешь поговорить и узнать, что ты на самом деле хочешь-то, что ты хочешь. И, знаете, пример, вот шкала, по которой стоишь. Еще один герой, которым тоже есть фильм из цикла «Место гения», его зовут Рудольф Лукхив. Нет, в живых, но зовут по-прежнему, потому что все равно мы к биографии обращаемся. И вот он ведь сам начал жизнь этого листа, эпоху перемен. Эпоху перемен он создал сам, когда принял решение остаться в Париже, не возвращаться в Советский Союз. И, конечно, было много угроз, что если он не вернется, ему сломают ноги, и все кончится очень-очень плохо. И он скрывался. И вот однажды он оказался в городке, я не припомню сейчас название, я не буду из себя строить такого биографа Нуриева, который знает его жизнь по часам. Но я знаю тот факт, что действительно он оказался в каком-то маленьком, небольшом французском городке, в Гассинице. И вдруг раздался телефонный звонок. Это была мама. И Нуриев сказал, боже, моя мама, которая, ну, о Париже, конечно, знала, но о том, что есть какие-то другие города, и не предполагала. И вот она звонит сыну, понятно, какой организации был организован этот звонок, и она начинает отчитывать Рудольфу, как тебе не слышно, возвращайся и так далее. А Рудольф ей говорит одну фразу только. Мама, ты забыла сказать, задать мне только один вопрос. И Феридан, наверное, растерялся. Она сказала, какой Рудик? Что я у тебя не спросила? Счастлив ли я? Я спросил Рудольф, счастлив? Он сказал, очень. Положу трубку. И вот это самое главное, мне кажется, лакмусная бумажка, показатель. Той дорогой мы идем. Счастливы мы или нет. Для того, чтобы быть счастливым, тоже, в конце концов, позволить себе им стать. Вот, друзья мои, пришел тот момент. Вот то самое «потом» наступило. Позвольте себе быть счастливыми. А роль близких людей? Вот сейчас мы рассказали про маму Нуриева, да? Пушкин, который оказался вдалеке от близких людей, изолирован. Он с няней оказался рядом. Подружился. Наиболее близкий человек ему был. То есть в эпоху перемен, скажем, вот такие опоры, как близкие люди? Ну, конечно, это очень важно. Конечно, это очень важно. Потому что мы… Вы знаете, и даже… Просите меня, пожалуйста, просите люди. Но, может быть, даже нам вот эта ситуация отчасти и послана для того, чтобы стало понятно, насколько для нас важны те люди, с которыми мы не всегда, может, и созванивались. Так, потому что одно, другое, третье. А сейчас, когда вот эти звонки, знаете, как такие вонючки, что вот ты позвонил папе, поговорил с папой, позвонил брату, позвонил сестре, с теми, с кем ты не можешь находиться в данный момент в одном пространстве. Это очень-очень важно. И, вы знаете, я думаю, что, ну, всегда бывают какие-то ссоры, бывают какие-то недоразумения. Всегда мы откладываем. Но вот потом, вот сейчас я ещё немножко не воспитаю о молчании мы или чем-то. Но тоже, мне кажется, можно… Эти моменты пусть они окончились. И нужно уже… Ну, нужно уже всё это забыть, оставить в том самом как раз первом акте. И я думаю, что с благодарностью понимать то, что, «Боже, какое счастье, что у тебя есть близкие, тебе есть кому позвонить». Вот Фаина Георгина Раневская говорила, что одиночество – это тогда, когда тебе некому пересказать сон. Вот я хочу всё-таки верить, что каждому из нас есть кому пересказать сон. И я очень счастлив, что я могу и признаться в любви своим близким, своим друзьям. И, может быть, как-то даже иначе взглянуть на те отношения, которые у нас были. И я уверен, что когда эта вся ситуация закончится, это закончится, не бывает бесконечной ночи, не бывает бесконечного дня. Но я думаю, что я ещё больше буду ценить тех людей, которых судьба послала мне. И я не смею кого-то к чему-то призывать, но я хочу поделиться вот этим своим желанием с теми, кто может быть в какой-то ссоре. Хотя, мне кажется, сейчас ссор уже всё меньше и меньше, потому что мы понимаем, как всё хрупко. Да, и что нужно просто держать крепко за руку, и пусть не физически, может быть, даже как-то виртуально, но сказать, что я тебя люблю. И услышать в ответ то же самое. Игорь, вот этот замечательный телевизионный проект на канале «Поехали» называется «Место гения». Но для того, чтобы сделать программу, нужно приехать на это место со съёмочной группой, пройти по каким-то знаковым местам. Сейчас ты не можешь этим заниматься. То есть посетить место. Я не могу физически это сделать, действительно, сейчас. Но фильм, мы сняли 54 серии на канале «Поехали». Это всё доступно. К сожалению, просто в интернете набрать это, посмотреть нельзя, потому что для этого нужно подключиться либо к каналу «Поехали». Но он доступен тем, у кого есть тарелки, спутниковые, там всевозможные. Я не знаю, насколько корректно называть всякие эти названия систем, которые всё это обеспечивают. Но я просто приглашаю, кто уж не может смотреть «Поехали», приходите ко мне на мой канал на YouTube, потому что я пытаюсь делать какие-то видеозарисовки сам, своими средствами, рассказывая об этих судьбах. Но вы знаете, я никогда не получал столько писем благодарности, каких-то очень хороших писем о том, что смотрят программы. Потому что раньше, когда была жизнь немножко другая, когда куда-то спешили, бежали, уезжали, улетали, может, не у всех доходили руки. А вот сейчас-то как раз возможность посмотреть, она есть. И путешествовать можно. Знаете, я меньше всего хочу быть каким-то таким наивным дурачком, который восторженно говорит о том, что несмотря ни на что всё. Нет, мне кажется, что я реалист. И правда. Ведь мы сейчас-то можем путешествовать ещё больше. Не физически, может быть, поехать куда-то, но оказаться где угодно. И благодаря тому же самому интернету, когда мы всё это можем смотреть. И самое, мне кажется, прекрасное – это предвосхищение. И вот сейчас, когда я думаю над новыми героями и готовлю свои будущие фильмы, будущие программы, ох, как я сейчас путешествую. Таким местам, где, может быть, никогда бы и не оказался. Так что путешествия никто не отменял. И это, конечно, одна из самых, наверное, больших драгоценностей нашей жизни, которые тоже сейчас понимают, что всё-таки, ох, какие мы были счастливы и какими мы будем счастливыми. Да мы уже счастливы. Потому что нам есть что вспомнить и есть на что надеяться. Правда? Один мудрый человек сказал, что «вкладывайте деньги в воспоминания». И тогда это казалось как, ну, лучше золотистку купить. Так вот, воспоминания. Потому что сейчас, когда либо ты фотографии смотришь, либо просто думаешь, вот был там, был там, там, ага, зато поеду туда, поеду туда и поеду туда. И так что путешествия никто не отменял, и они у нас ещё состоятся, и они возможны. И сейчас я тоже призываю. Знаете, я вот путешествую сейчас, почему? Я сейчас путешествую по художественному театру 60-х и 70-х годов, художественному московскому художественному театру, созданному Станиславским, потому что я имею возможность пересмотреть спектакли, хотя так тоже пересмотреть, вот я их видел. Я не видел очень многое, к сожалению, потому что одно, другое, третье, бежим, бежим. А вот сейчас можно оглянуться и посмотреть. Я открыл для себя спектакль, называется «Всё кончено». Там играет Мария Бабанова. Это была неударнейшая актриса. И Ангелина Носина Степанова. И вот я знал, конечно, об этих дамах, о ком-то больше, о ком-то меньше, но никогда не смотрел спектакли с их участием. Этот спектакль есть. И много ведь сейчас есть записей, когда можно... Я был знаком с Виталя Ильичем Вульфом, и очень надеялся сделать... Надеюсь сделать вечер его памяти, потому что в мае 90 лет будет Вульфу. Я сейчас пересматриваю спектакли, поставленные по тем пьесам, которые Виталя Ильич переводил. И вы знаете, для меня абсолютным открытием стала актриса Алла Балтер. Я, конечно, знал об этой актрисе, о жене замечательного актёра Эммануила Виторгана, но я как никогда не видел её в театре. Просто мы разминулись во времени. И великолепный спектакль, который называется «Кошка с накалённой крышей». Кожа. Я сейчас говорю, у меня мурашки идут. Великая актриса Алла Балтер. И у нас ведь уникальнейшая возможность... А какой Армен Штарханьян? Слушайте, в этом... И ведь уникальная возможность сесть, налить чашку чая, а то и кофе, и всё это посмотреть. Это такое наслаждение. И я вас приглашаю, уж не смею на призывание, приглашаю, не отказывайте себе в удовольствии и отправляйтесь в театр. Потому что сейчас мы можем отправиться в любой театр мира и увидеть те самые шлемы, которые оставались где-то в стороне от нас. Да, вот это открылись эти каналы совершенно замечательным образом. Игорь, программа называется «Место гения», но в любом случае параллельно приходится погружаться во время гения. Если мы говорим о жизни в эпоху перемен, это категория времени. Ты специалист по истории русской эмиграции. Вот если посмотреть вот тот слом, да, и сравнить с нашими хныканьями, как вот мы сейчас реагируем, вот твое мнение. Ну, я думаю, что если сравнивать с тем, что довелось пережить людям, да, мы сейчас оказались в том времени, когда не мы выбираем, как поступить. Мы можем выбирать нашу реакцию, наше отношение к этому. Это да, мы можем разбить голову о стену, но то стена испачкается, кто потом будет ее чистить, ситуация не поменяется. А те люди, которые оказались в эмиграции, конечно, произошел абсолютный слом, и они не думали и не мечтали об этом. И вот, пожалуйста, та же самая история про это молоко, потому что кто-то пошел ко дну, не справившись с обстоятельствами, а кто-то выстоял. И, конечно, когда смотришь на вот эти судьбы... Знаете, у меня есть несколько книг, посвященные русской эмиграции, и дочь одной из книжон сказала мне... Знаете, Игорь, мама говорила в конце жизни, самое страшное – это когда тебе очень плохо, вспоминать о том, когда тебе было хорошо. И для меня это была такая фигура речи. Думаю, ну что это такое – вспоминать, когда хорошо. А вот сейчас я не говорю, что плохо, но не так, как было. Нет возможности, например, приехать в Ригу. И вот вспоминаешь, думаю, боже мой, как же прекрасно, когда я приезжал в Ригу, когда я бродил по этим дивным улочкам, когда я заходил и ел тамороженное с этим бальзамом чудесным, и видел моих прекрасных Олю и Риту, и видел прекрасных девушек и дам, с которыми я был знаком. И, боже ты мой, утром я просыпался под этот звон ратуши и так далее, и так далее. Но я не рыдаю. Я думаю, в следующий раз поеду, я просто поцелую эти дома, потому что так я их просто гладил. А здесь я их поцелую. Так вот, судьбы этих эмигрантов, они как раз учат тому, что, во-первых, нужно быть готовым. Вот я понял, потому что я совершенно не готов к той ситуации, в которой оказался, потому что готовить не очень хорошо готовлю. А хочешь же когда-то и самому что-то приготовить? А вот ах, не умею. Вот, думаю, вот надо готовиться. Ну, пусть это будет глупый пример, но тем не менее. А вот те люди, которые оказались в эмиграции, с одной стороны, да, когда-то они блистали на паркетах царского дворца, а теперь они вынуждены стирать бельё и брать какую-то любую работу. Но это с одной стороны. С другой стороны, они живы, они остались живыми, а это или не самое главное? Пока бьётся сердце, всё возможно. И вот очень важно это понимать. Пока бьётся сердце, и есть желание жить, мы преодолеем всё. И мои герои, вот один из самых главных уроков, который я получил, заключается в этом, потому что таких судеб очень много. Это Александр Николаевич Вертинский, чему жизнь тоже кажется такой блистательной, о котором переживать так мало. Да не обязательно эмиграция. А Майя Михайловна Плесецкая, они пример ли это того, что не нужно опускать руки. Потому что когда ведь Большой театр отправился на гастроли в Англию, и, конечно, дали все Плесецкое, потому что Плесецкое тоже было имя, её не отпустили, потому что она будто бы шпионка. И, ну, тут ведь, конечно, ну, всё, как? Это и неестественно. И ты не можешь доказать, что это неестественно. И ты не можешь ничего. Но на то она Михайловна Плесецкая, что она знала, что её день придёт. И он пришёл. И тем, кому кажется, что сейчас всё рухнуло, всё пропало, всё закончится, да ничего не закончится. Всё ещё будет уверен, абсолютно уверен. Игорь, вот ты... Так что я думаю, что вот если спросить, что же делать, что же делать, ну, взять и смотреть фильмы о тех героях, чьи имена я называл, да и этих героев немало, и понять, что в эпоху перемен начинается только самое-самое интересное. Игорь, вот ты очень хорошо сказал эта фраза, что используйте это время, чтобы сказать любимым, сказать родным людям, там, я тебя люблю услышать, это же в ответ. Я вспомнила строчки сразу, и дольше века длится день, и не кончается объятие. Давай, может быть, вспомним несколько слов про Бориса Леонидовича. И у него 120 лет в этом году, да, Пастернаку, и тоже очень непростой период, который он, в общем-то, гениально в своих стихах. Гениальный был человек, гениальный человек. Но я думаю, что она, понимаете, гениальность, она как раз проявляется ведь не только в творчестве, потому что... А с другой стороны, что такое творчество, да? Это возможность создавать. Мы ведь каждый день создаём свою жизнь. Мы с вами встречаемся утром, и впереди у нас целый день, который каким мы создадим, таким он и будет. Поэтому здесь каждый волен своими руками сделать либо что-то хорошее, либо не совсем. И Борис Леонидович, конечно, это тоже пример того, как не нужно отчаиваться, потому что в его жизни сколько было. Ведь у него самые... Ну, может, не самые, но одни из самых трагичных дней наступили после того, когда, казалось бы, надо ликовать. Он получил Нобелевскую премию по литературе. Это вершина для любого литератора. И начались такие гонения, начались такие мучения, когда ведь ему даже пришлось уехать из Москвы и поехать... Он выбирал куда? Конечно, в Грузию, в любимую Грузию. И когда он пришёл в дом гениального Ладо Гудиашвили, величайшего художника, и Ладо ему сказал, «Борис, ну мы тебя любим уже не только за Нобелевскую премию, ты и без Нобелевской премии велик». И действительно так и есть. А история, например, Ладо Гудиашвили, которому не позволяли выставляться, и который даже сжигал свои картины, говоря, что, наверное, я не художник, если мне не даёт выставляться. Но здесь оказалась правильная спутница рядом с ним, правильная жена, который сказал, «Ладо, я сделаю всё». И он смог существовать в ауле своих творческих иллюзий, продолжал рисовать. А потом правда, что то время, когда он оказался нужным. Вот когда придёт то время, когда каждый из нас окажется... Необходимо, чтобы нам было что-то предъявить. Либо я сейчас пишу книгу, потому что откладывал постоянно какие-то гастроли, какие-то поездки, съёмки. И вроде делом же занят, правда? А до книжки дело не доходом. Вот потом, вот потом. Вот наступило потом. Вот оно потом. И теперь правильный у меня спросить, когда всё это закончится. Ну и где книга, Игорь Аболенский? Где книга? Вот я даже придумал. Вот думаю, я дам отвечание Риге. Мы всё время придумываем какую-то тему, правда, для поездки, для выступления. Вот пусть будет новая тема, это представление книги, которая, наконец, будет закончена в эти дни. А можно хотя бы намекнуть? Нет. О чём? Нет, не можно. Потому что сейчас я мог бы рассказать, но я понимаю, что сейчас все слушают, все смотрят, а может кто-то будет не такой ленивый, как я. И пока я буду за окно смотреть, распустилась там у меня сирень или нет. А кто-то всё это допишет. Нет, я не скажу. Скажу, что я её пишу. Мы никому не скажем. Я называл тему, но сейчас я понял, что я буду бережно-бережно к этому относиться. И вот когда она появится, я скажу, а вот она, и покажу красивую. Хорошо, можно мы будем первые читатели? Да, обязательно. Игорь, у тебя есть замечательная книга об историях грузинских жён. Ты вообще специалист по истории Грузии и по биографиям великих людей, которых Грузия подарила миру. И там столько драматических судеб именно вот на сломе эпох. Есть какая-то любимая история в этом смысле? Конечно, конечно, есть. Но я так всегда неискренне, когда говорю, какая у вас самая любимая книга? Все книги любимые. Есть у вас, всегда есть, конечно, героиня наиболее близкая. Я не смею называть себя специалистом по истории Грузии. Я большой-большой поклонник. И я Грузию люблю так же, как Россию, такая очень важная часть, часть моей души. Ну, Евгений Александрович Евтушенко говорил, что о Грузии, забыв неосторожно, поэта быть в России невозможно. Я Грузии очень благодарен и жду новой встречи. И есть действительно несколько героинь, о которых есть фильм, называется «Судьба красоты», такой сериал, потому что это книга «Судьба красоты» из «Судьбы с жёнкой». Она экранизирована. И здесь, наверное, вообще можно прочитать лекцию о том, что, друзья мои, когда вам кажется, что вам плохо, вам только кажется, что это ерунда. Была такая княгиня Мэри Шарвашидзе. Была очень красивая женщина, которая, собственно, своей красотой это меня и пленила, потому что я узнал, что она всегда опаздывала и как-то пришла на панихиду. Она была фрейлина императрица. И пришла на панихиду по одному из царской семьи, вошла в зал после Николая Второго. Недопустимо. И Николай взглянул на неё, и она ожидала услышать законный упрёк, а услышала такие слова. «Княжна, грешно быть такой красивой». Я стал думать, «Боже, что ж это за красавица такая?» Правда красавица. И наступает 1917 год. А затем наступает 1921 год, когда уже и Грузия теряет свою независимость, и нужно спасаться. И она оказывается сначала в Константинстве, а потом оказывается в Париже. И вот представьте себе фрейлина, красавица, которая приходит в маленький кафе, заказывает маленькую чашечку кофе, вовсе не потому, что она не диета, а потому, что она большее, а просто нет денег. И вот судьба. Но, в другой стране, она ведь есть, но важно, что готовы вы принять ее или не готовы. И в этот момент в кафе входит человек, которого все узнают, потому что его фотографии появляются в газетах. Это великий князь Дмитрий Павлович, а в газетах появляется, потому что участвовал в убийстве Распутина. И он видит Мэри, они, конечно, были знакомы, в Мердбургу попала. И он говорит, я, наверное, смогу вам быть полезен. И пишет адрес своей подруги, не называя имени подруги, имя, может быть, Мэри бы ни о чем и не сказала. Но эта подруга оказалась Габриэль Шанель. И Мэри отправляется в этот самый дом. Шанель, представьте себе, приходит фрейлина. И ей говорят, очень хорошо, мы берем вас на работу. Вы будете ходить. Тогда ведь наряды показывали три раза в день, в час, в три, в пять, как сеансы кино. И нужно было ходить, показывать эти платья, говорить, с какого материала они сделаны. А благо владели несколькими иностранными языками, вот те, приехавшие из российской Айпи, казалось, очень медленным. И стараться эти платья продать, потому что если вы продавали, то получали какой-то процент. Незначительный, но тем не менее. И представьте себе, это красавица, о которой говорил весь свет. Знаете, когда началась Первая мировая война, и паника в Петербурге, в Петрограде возникла, журнал «Столица и усадьба», это был самый главный журнал того времени, светский, поместил на первой полосе фотографию мэри Жарвашидзе. Это был знак того, что ничего плохого не случится, что если мэри печатают на обложке, значит, всё образуется. Вот такая она была женщина. И вот этой самой мэрии предлагают продавать одежду. Ну, как по-другому, как иначе, так и есть. И она приняла это предложение и выходила на подиум. И ничего, ничего. Она выстояла и прожила огромный журнал. Она умерла в 1986 году. Так что я думаю, что это один из примеров того, что нужно с благодарностью принимать то, что тебе посылает жизнь, не бояться чего-то нового. И всё там у тебя будет хорошо. Я просто хотим напомнить вам, что у Игоря Боленского есть сайт abolensky.ru, да, по-моему. И там... Даже я бы тебя позвал сейчас на свой Инстаграм. Да. В Инстаграме имею возможность выкладывать какие-то виды истории. Позовём всех туда. Я хочу рассказывать истории, которые, может быть, тоже как-то поддержат сегодня. Потому что... Да у каждого героя обязательно были моменты, когда нужно было принимать решение, что же делать дальше. Опустить руки или, наоборот, их поднять и помахать солнцу. И солнце ответит. Вот Марк Шагал, например, о котором я не так давно рассказывал, у которого тоже было масса эпизодов, биографии поворотных. А может быть, если бы не те драматические события, которые Марк Захач пережил, он бы и не стал тем самым Шагалом. Или история Муслима Магомая. Казалось бы, почему есть Муслим Магомая? Ну, хотя бы при том, что певец был великий. И при том, что и в его жизни... Он наш современник, он не так давно ведь ушёл из... И в его жизни тоже можно найти очень много каких-то вдохновляющих моментов. Так что приглашаю всех на свою страницу и надеюсь, что вместе мы с вами интересно и проведём это время. Спасибо. И обязательно. Просто очень всем рекомендуем это сделать. Там ещё, кстати, очень такая серьёзная и очень глубокая тема, которую Игорь Аболенский хорошо знает. Это тема Соловков. И там туда были поездки у тебя. И люди, которые прошли через лагеря на Соловках, среди них Дмитрий Лихачёв. Я прочитаю слова, которые на Соловках один из героев, очень важных для меня, это Павел Флоренский. Павел Флоренский сказал такие слова. Я их выписал для себя. И прямо сейчас перед собой, да? Надо уметь жить и пользоваться жизнью, опираясь на то, что есть в данный момент, а не обижаясь на то, чего нет. Ведь времени, потерянного на недовольство, никто и ничто не вернёт. Я так благодарен отцу Павлу Флоренскому. Буквально вчера или позавчера я прочёл эти слова. Это очень важный для меня герой, когда мы едем на Соловки, я обязательно о нём рассказываю. И вот это какой-то, ну, какая-то веста текла от него, какой-то, ну, привет, не знаю, я получал какое-то послание. Я выписался. Рад, что вы затронули эту тему. Я смог с вами тоже поделиться. Это замечательно. И наша программа подошла к концу очень быстро. И вот эти слова, они такие вот достойное завершение, да, наверное? И напоминаем, что гостем эфира сегодня у нас был российский биограф, писатель, телеведущий, режиссёр документальных биографических фильмов Игорь Аболенский. И приглашаем вас подписываться на Инстаграм. На Игоря Инстаграм. Игорь, как ты там называешься? Игорь Аболенский и моя фотография в профи. А также на Фейсбуке есть страничка «Судьба красоты Игорь Аболенский». Точно. Спасибо. Спасибо огромное за такую интересную и очень важную беседу, где прям красной нитью прозвучали важные слова. Будьте счастливы. И мы ждём новую книгу и будем очень рады пригласить Игоря Аболенского в Ригу с презентацией новой книги. Обязательно. Так и будет. Спасибо вам. Всего хорошего.